Шахматы дают очень много человеку самого раннего, скажем, возраста. Конкретно себя я скажу. Шахматы сформировали меня. Говорят, ты сильный человек, сильный, всё можешь, вперёд, целенаправленность, уверенность. Потом это, конечно, ты должен уметь анализировать свои ошибки. Участница пяти олимпиад, международный судья, старший тренер города Алматы. Шахматы в нашей семье, они так очень интересно, скажем, появились, начиная с моих родителей, с мамы, с папы. Папы, к сожалению, уже много лет нет. И первым моим учителем это была моя мама, Фаина Фазоловна. То есть шахматы никогда не ставились во что бы то ни стало, там, профессионализм, чемпионство. А как у многих родителей, то есть ребёнок должен был занят, только не на улице. Хочу отметить на тот факт, что перед шахматами мне очень нравилось, я занималась спортивной гимнастикой. И даже у меня был разряд второй юношеский. Но потом из-за болезни, к сожалению, я вынуждена была прекратить эту деятельность. И, естественно, возник вопрос, чем меня занять. Потому что, как у каждого родителя, голова болит, чтобы ребёнок на улице не бездельничал. Целыми вечерами с мамой мы шашки играли до определённого момента. Потом в какой-то момент это уже надоело, и мама предложила, давай, говорит, что шахматы ночью. Первым, мол, был успех, как я запомню столько фигур, как они ходят. Но достаточно быстро освоив, уже следующий шаг был сделан. Мама записала детскую немножко спортивную школу номер три. Тогда это была такая школа в городе Черчика. И одновременно, значит, с кружком посещением по вечерам, как обычно, посвящали очень много времени. В 82-м году я выиграла чемпионат города Москвы среди женщин. И самое главное, была очень рада, что выполнил норматив, стал массивом спорта Советского Союза. Потому что это было практически, ещё раз говорю, недосягаемо. Причём за пять туров до конца. Потому что чемпионат Москвы среди женщин участвует 18 человек. Среди них это несколько кандидатов, в том числе и я. А так это мастера, международные мастера, игры с мистерами. Поэтому я почему-то специально отмечала, чтобы вы это слышали. Если я сейчас сказала, что мастер спорта в Советском Союзе было очень трудно. Но вы представляете, что такое международный мастер и международный красный стиль. Это сейчас, конечно, здорово, что гораздо, скажем, более доступно стало. Но это было только начало. Потому что, конечно, радости очень было много. Я звоню Сергею Тимофеевичу. Я говорю, Сергей Тимофеевич, он говорит, здорово, флюра, здорово. Но судьба располагает так, что не позволяет ехать мне с Сергеем Тимофеевичем вместе на чемпионат мира. Какие причины? Это сейчас трудно сказать. И тогда уже, значит, видимо, был такой опыт. Пенчук мне говорит, флюра, ты езжай сама одна, без меня. Потому что если ты будешь наставить, чтобы я поехала, тебя вообще могут не выпустить. Потому что система отбора в Советском Союзе была жесточайшая. А, скажем, спортсменам нам из азиатского региона вдвойне было. Почему-то были такие, скажем, моменты. То есть это на таком тонком уровне. Хорошо, послушавшись, поехался со мной там представитель, значит, спорткомитета. Я не буду сейчас вдаваться в тонкость, в нюансы. Как это было? Ну, это была Мексика, Мехико, 1983 год. Вот, конечно, впечатления мои были тогда. Ну, надо же, как здорово, интересно. Была очень трудная борьба. Я стала чемпионкой мира света девушек. Многие годы прошли. И только спустя многие годы сейчас я, возможно, понимаю, что осознаю. Да, это большое было достижение. Потому что звание чемпиона мира, особенно вот эта категория до 20 лет, это практически приравняется как взрослая категория. Дальнейшие годы моей судьбы я в Казахстан приехала. По семейной, значит, ситуации вышла замуж. Многие годы в Казахстане, то есть это вот только недавно, буквально, скажем, последние, может быть, это получается сколько? Восемь лет я в шахматы так активно не играю, а так за сборную Казахстана пять шахматов Всеверных Олимпиад отыграла. Дважды, нет, даже четыре раза, наверное, в финалах Советского Союза участвовала. То есть моя уже, скажем, взрослая карьера, если вспоминаю, всегда отмечено, что тоже очень большой успех был. Потому что, чтобы опять попасть в финал Советского Союза среди женщин, это нужно было быть в тройке чемпионата Казахстана среди женщин, потом полфинал Союза и финал. То есть, конечно, это много такого пробегаешь сейчас по своей памяти. Все это, конечно, было очень так интересно. Талантливая спортсменка со временем стала высококлассным тренером. Среди ее воспитанников много успешных шахматистов, но самое главное в жизни Флюры Сиреневны – ее дети и внук Алан. На сегодняшний день, прежде всего, это я счастливая бабушка. Я очень люблю своего внука. Это наш первенец, а мальчик. Я очень счастливая мама. Трое у меня детей. Взрослая дочь Татьяна, Антон, Орлан. У нас семья – это прежде всего для меня. Я очень люблю, как в школе говоришь, вот знаете, как сочинение пишешь. Но это действительно искренне. И любя одновременно в жизни получается, как и у каждого, наверное, ежедневно занимаясь своей работой любимой, мало удивляешь время. Всегда это немножечко как бы гнетет и оборачиваешься, все ли отдал своим детям. Но каждый раз видишь, что взаимную любовь и понимаешь, что да, это вот то счастье, которого я хотела бы, чтобы каждый прочувствовал, что значит любить и быть любимым. Любить и быть любимым в семье детьми. Любить и быть любимым близким тебе мужчиной. Любить и быть любимым мамой. То есть вот это большое счастье. И, конечно же, все это вместе помогает жить такой красивой, полноценной жизнью. Жить то, что называется любить себя, свою работу. И, конечно же, все это вместе взятое. Оборачиваешься назад и думаешь, как здорово. Все, как говорят, нужно прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за прожитые годы. Ну и думаешь, мне это очень интересно, и хочется еще очень многого интересного повидать и сделать, и отдать многое как вот обществу, детям, людям, своей семье. И в свое время, скажем, я сразу понимала, четко говорила, нет, шахматы – это то, что вам должны помочь дальше себя найти. То есть это не только касается моих детей, но и всегда я говорю всем ученикам. Поэтому шахматисты профессионально в моей семье – это, видимо, скажем, я. Дети каждый свою карьеру делают очень тоже целенаправленно. Совершенно спонтанно, совершенно случайно, но, видимо, это закономерность определенная. Три года назад я купила дачу высоко в горах. И обязательно каждую субботу, я знаю, что вот суббота, мне обязательно нужно уезжать туда. Это прежде всего, конечно, общение с природой. Но не буду, скажем, скрывать, я очень люблю вообще садить розы, цветы, яблони, груши в саду. То есть тоже с большим удовольствием отдаюсь этому. И когда в конце дня воскресенья я понимаю, что как будто бы, знаете, вот с другой планеты спускаешься так хорошо, и опять с удовольствием берешься за свою любимую работу. Поэтому очень люблю свою дачу, очень люблю свой дом, с которым как будто бы вроде некогда приходишь, пришел, ушел, пришел. Но на самом-то деле все это оказывается вот здесь вот в сердце. Вопреки основному представлению людей о замкнутости и серьезности шахматистов, наша героиня – открытый и жизнерадостный человек. Сегодня трудно переоценить вклад внесенных Люрой Сиреневной в развитие шахматного дела в нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова